коллеги и дорогие приветствую вас вновь сегодняшнее видео у нас готовка она посвящена сразу трем блюдам чё там знаете как винегрет окрошка и оливье кто-то скажет чё-то ку-ку я решил ну чего вот я буду сейчас три видео делать и каждый раз вам в принципе одно и то же давать вот вся суть я сейчас вот соберу это все и выйти одинаково поэтому три блюда окрошка винегрет оливье поехали и так коллеги собственно горошек огурец лук колбаса он там у нас стоит квас майонез овощи я уже подготовил предварительно вот они картошка морковь свекла единственное забыл блин пакетик специально сделал для крошки да забыл бросить сует и конечно же яйца тоже уже сварен конечно разновидности может быть много там ну кто-то положит такую траву кто-то положит секую траву я сейчас почищу лук единственное что я сделаю вот а так в принципе классический такой вариант всего этого дела в порежем кубиками до кубиком овощи и заправочка поэтому вот знаете посмотрите это видео кто еще ни разу не делал кто вот у нас так сказать только-только начинает вот я давайте ну на давайте начнем с наверно ну что с оливье давайте начнем свеклой мы будем потом заниматься вот так вот у меня пакетик оливье и вот у меня пакетик оливье значит ну овощи варятся у меня просто такой да премиум вариант потому что самые вкусные овощи потому что сует морковку я беру ну вот 7 миллиметров на 7 миллиметров кубик смотрите как проще всего проще всего когда у нас продукт сырой мы взяли сырую картошку срую морковку свеклу порезали на кубик удобно удобно и потом сварили ну бросили в кастрюлю с водой сварили я вот в пакет запаковал бросил сует сварил есть противники такого метода потому что чем ну а и в принципе они правы чем меньше размер продукта тем он интенсивнее больше отдает то есть мы когда варим картошку в мундире свеклу до в кожуре картошку в кожуре продукты они больше в себе оставляют вкуса так они меньше и вроде как разваливаются чтобы не разваливались чуть-чуть уксуса ложечку уксусу кинули в воду кубиком порезали 10 минут 15 у вас все будет сварено все будет нормально и более того для таких вещей особенно как оливье где у нас доминирующий вкус майонеза не вообще даже можете не слушать тех кто говорит а ни в коем случае надо всего мундире а потом вот тогда картошки вкуса и потом все майонезом залива мы прям будем ощущать вкус картошки вот так что особенно на оливье вот в принципе про крошку мы говорим там квас если кефир кефир тоже вот этот вот утонченный аромат картошки ловить чтобы варить ее вот в кожуре потом все это чистить стужать ее как-то поэтому рекомендация на кубик чуть-чуть уксуса быстро варим быстро получаем готовый кубик и вперед самое готовить салат вот ну и коллеги конечно кто имеет оборудование suvit это просто настоятельно я говорю о том что использовать только его там я из каждого пакетика чуть-чуть отсыплю здесь у меня будет окрошечная миска так как но смысл ой но смысл вам в общем-то понятен вот так вот мы делаем оливье у оливье да картофель морковь мясная составляющая это вот классика вареная колбаса это может быть курица жареная вареная мясо жареная вареная в общем-то что угодно формат колбасы толщину кубика ну такой же как и все остальное так вот он у нас черта ножа мне не хватает колбасный кубик пошел сюда же так теперь маринованные огурцы я возьму сюда наверное два маленьких теперь настаёт очередь зеленого горошка я так прям буду отсюда из банки потому что в общем-то я такую порционку да ну на 2 на 2 человек сделаю вот и яйцо соответственно я выну сейчас одно так остается сейчас наверно все даст нетерпением ждут как же я все это буду этой тарелке мешать вот но у меня что-то другой не оказалось как коллеги под рукой так у нас есть еще окрошка да и поэтому я сразу возьму второе яйцо пока я тут весь в этих яйцах так оливье готов окрошка на подходе давайте винегрет вот значит ну что винегрет у нас идет то же самое свекла картошка морковь вот и поехали остаток картофана свекла или свекла как правильно правда удобно так вот собирать салата я хочу сказать да я сейчас посмотрю отрегулирую вот как будет по количеству вот винегрет еще от лучок есть я думаю что на эту тарелку вот будет достаточно наверно вот столько вот опять же зеленый горошек пошел до жидкость убираем то есть поэтому именно коллеги я это все делаю сразу в одном видеоролике чтобы вам особенно чтобы было понятно наглядно что все это примерно одна и та же база только с разными заправками скажем так вот огурец значит соленые маринованные ну что есть у вас кто-то любит категорически вот соленый да уже такие красочные красивые получаются у нас коллеги тарелки как будто вот вот это вот что-то такое новый год да напоминает сейчас вот окрошку сделаем только и это прекратится сразу так честно скажу я забыл купить лук зеленый лук поэтому я возьму немножко травки вот это у меня кинза и она у меня пойдет наверное она у меня пойдет вот сюда и пойдет у меня винегрет так друзья тут и тут у нас в общем готовность то есть это осталось только перец соль и заправка и картошка окрошка крошка картошка огурец картофель здесь уже есть в окрошку идет свежий огурец вот наверное вот так вот как я уже говорил да может быть мясо там что угодно просто мясная составляющая которые в общем то у этой окрошки самый чек и делает да чем больше у нас мясной составляющей тем дороже на будет стоить вот коллеги значит редис красный можно положить сюда либо дайкон белый можно положить лук зеленый можно положить даже вот горошек тоже можно сюда положить ну так условно вот и соответственно заливка до квас то найран кефир вот я возьму немножечко еще зеленушки тоже всыплю конечно сюда и так коллеги прошу оливье винегрет окрошка три блюда практически с одной базой с разными заправками и теперь коллеги по заправкам значит соль перец в любом случае да я ставлю вот сюда значит майонез масло и квас вот пожалуйста соль перец всегда что ж коллеги три разных блюда фактически это одно и то же одна база я понимаю что многие из вас уже очень часто это все готовили вот но у нас канал хочу научиться готовить есть люди которые это ни разу не готовили только ели и хотели бы сделать это сами и вот пожалуйста кстати вот кто такие сейчас смотрю вот это видео смотрят пожалуйста в комментариях я жду ваш ответ так сказать понравилось как вам пробуйте выкладывайте фото в нашу группу вконтакте к слову сказать скоро я работаю над этим появится у нас красивый сайт на на все проекты такое уже будем создавать прям упаковываться так сказать по всем фронтам как всегда коллеги категорически желаю вам здоровья и скоро увидимся в новых роликах пока